Сейчас я включу свое лицо. Давайте я напомню, что был в прошлый раз, коротко, но, во всяком случае, то, что нам сегодня понадобится. Значит, я выписал афинные уравнения kz, они нам понадобятся вот в такой вот форме. Значит, напоминаю, что здесь φ – это функция от n переменных, которая обозначается u, и она лежит в некотором векторном пространстве, которое я пока не определил, и уже скоро скажу, что это за векторное пространство. Значит, оно у меня будет конечномерным, поэтому можно всегда думать, что оно конечномерное. Значит, далее мы обсуждали то, как различные алгебрические структуры возникают как условия совместности подобных уравнений первого порядка. Значит, и в самом конце я определил вырожденную афинную алгебру гекки. Вот ее определение. Значит, из чего она состоит? Она состоит из двух кусков. Значит, это генераторы SIT, которые между собой просто порождают группу перестановок SN, и у них вот такие вот соотношения, просто стандартные соотношения в группе перестановок, в симметрической группе. И есть генераторы, которые я называю y. Значит, они все коммутируют между собой. А соотношение между S и Y следующее. Значит, S и y коммутируют, если выполнено вот такое вот условие, значит, а иначе они удовлетворяют вот такому соотношению, значит, где k – это просто число. Значит, это не оператор, это просто число. Хорошо. Давайте я… Миша, а можно вопрос наивный? Да. А при каком вырождении со сферической подалгеброй что происходит? Я не знаю, я об этом просто даже не успевал подумать, но вот… Легко посчитать, ну, не сейчас. Но вообще, это интересный вопрос, можно мы с вами… Я вам, может быть, потом отдельно задам его, ладно? Да-да-да, конечно. Потому что вот эти сферические подалгебры, они как раз к инфлюенциям Пенлеве соответствуют, понимаете? Вот эти вырожденные сферические подалгебры, вырожденные. Хорошо, да, это можно тогда отдельно обсудить, потому что про это очень мало чего знаю, что я, можно сказать, только сам разбираюсь в некотором смысле в этом. Ну, вот интересно было бы посмотреть, какие там… Хорошо, да, давайте как-нибудь это обсудим. Не-не-не, задавайте вообще любые вопросы. Мне, конечно, очень хочется сегодня закончить, но… В общем, какая разница, чего я сегодня хочу. Значит, есть у нас вот такая вот алгебра. Значит, мне понадобится чуть-чуть про ее теорию представлений рассказать. Значит, в частности, нас интересуют в данном случае два вопроса. Я надеюсь, что я ничего не забуду. Первое. Значит, я… Мы не будем спрашивать, в принципе, там, классифицировать все ее представления. Значит, мы просто спросим… Вопрос… Сейчас, как его сформулировать. Давайте просто какие бывают представления. Давайте просто N. У меня всегда будет тип А. Значит, и… Значит, второй вопрос. Какой центр в этой алгебре? Значит, хорошо. Давайте ответим частично на первый вопрос. Давайте я предъявлю просто определенную конструкцию представлений, значит, которую я буду называть в кавычках представление. То, что я буду в кавычках называть фоковским представлением. Значит, что имеется в виду? Имеется в виду, что вот у нас есть буквы S и Y. Значит, хорошо. Давайте я… Да, значит, сейчас я объясняю, как устроено… Где я тут писал? Как устроено вот это пространство V. Нечномерное. Я его просто сейчас построю. Значит, значит, я беру вектор, значит, обозначая его вот так вот, как вакуру. Значит, что я говорю? Я хочу определить, как на него действуют S и Y. Значит, я хочу сказать, что Y действует на него собственно. Доделям доит – это собственные значения, это просто хитрые амблексные числа. А далее я хочу сказать, что AS, и пускай на него действует, как действует. Ну вот просто у меня там, например, есть S1 и S2. И они на вот этот вакуум как-то действуют. У меня тогда они будут порождать… Наверное, вот так вот вертикально хорошо нарисовать эту картинку. Я действую S1, получается вот такой вот вектор. Действую S2, получается вот такой вот вектор. Далее я сюда действую S2. S2, S1. Если я на вот это подействую S1, то S1 в квадрате у меня – это единичка. Я просто вернусь обратно. Это неинтересно. Это у нас уже есть. Здесь действую S1, получаю S1, S2. И благодаря соотношению кост получаем одно и то же. И вот получили вот такие базисные векторочки. Значит, а как на них действуют Y? На самом деле я просто заставляю вот эту алгебру геки действовать на групповой алгебре симметрической группы. Ничего более. Я вот просто так обозвал вот единичный элемент. Вот это можно думать, что это просто единичный элемент в группе перестановок. Вот. Сказал, что на него Y действует очень просто, а на всех остальных Y будут действовать по следующему правилу. У нас есть такое сложное соотношение, которое не очень понятно, как нам вот так выполнить. Давайте мы просто скажем, что Y действует ровно по этому соотношению. Вот и все. Давайте что-нибудь посчитаем. Совсем простенько. Как, например, Y1 действует на S2, S1 вакуум. Замечательно. Первое. У нас встречаются Y1 и S2. Y1 и S2 коммутируют вот по вот этому условию. Замечательно. S2, Y1, S1. Хорошо. Теперь у нас встретились Y1 и S1. И мы их проносим по вот этому правилу. И получается, здесь буква K с плюсиком, а здесь проносится и Y меняется. Теперь Y действует уже на вакуум. И получается... Вот так вот устроено это представление. Мы просто заставляем вот эту вырожденную афинную алгебру ГИКи действовать на групповую алгебру симметрической группы. Ничего более. Значит, небольшой комментарий. Значит, что у нас еще есть такое соотношение, что Y и T, Y и J и T коммутируют. Значит, это... Вообще говоря, нужно проверить, что при подобных действиях это будет верно. Но это, в общем, довольно несложное упражнение. Значит, нужно просто посмотреть, как они проносятся через букву S и учесть, что когда они пронесутся полностью направо, до вакуума, то там они будут коммутировать и просто действовать скалярно. Здесь ничего сложного нет. Давайте я добавлю несколько страничек. Можно приблизить, как лучше. Хорошо. И давайте я как-то веду обозначение. Значит, просто будем обозначать такое представление, когда выражительная афинная алгебра геки действует на C от S как вот так вот. Значит, лямда — это вот эти числа, можно сказать, просто веса. Для этого представления. Вот, значит, по этой конструкции есть вопросы? Миша, еще раз можешь показать лямбда? Это Y с лямбда и там действуют? А, да, все, спасибо. Да, вот, просто на вакуум они так действуют. Сейчас я немножко не понял, что в конце написано. Кто-то на чем действует у нас. У нас же эти сытые, они как бы лежат в самой алгебре или... А тут мы пишем, что на ней алгебра действует. Ну, сейчас. У меня внутри этой выраженной афинной алгебры геки генераторы S порождают вот это вот, правильно? Да, да. Потом я говорю, хорошо, возьму такую конструкцию, возьму вакуум, скажу, что на него Y действует вот так вот. А на все остальное Y действует по правилу, как проносить Y через S. Правильно? Да. Значит, поэтому у меня базисные вакуумы представлений не устроены просто вот так, как слова из группы перестановки. Да, слова из группы перестановки просто. То есть вот эта запись буквально в этом смысле. Отсюда можно сразу сказать, к примеру, что размерность этого представления – это просто инфакториал. То есть, к примеру, размерность растет очень быстро. Я вот когда на компьютере там что-то считал, значит, для 2 совсем легко, для 3 уже 6 на 6 матриц писать неудобно, значит, 4 – это 24, это уже не особо осмысленно заниматься матрицей такие выписывать. Вот, хорошо, теперь давайте их чуть-чуть исследуем. А оно приводимое или нет? Вот, значит, умные люди задают вопросы. Сейчас мы разберемся, Вадим, иногда приводимое, иногда нет. Значит, теорему. Наверное, это Берштейн. Я не уверен, что я смогу правильно написать фамилию. Возможно, я где-то пропустил букву N. И надеюсь, что я не ошибся с фамилией. Окей. Сейчас давайте я сформулирую критерии неприводимости. Не вижу. Окей. Представление глянда. Когда глянда и т минус ландожит не равно плюс-минус к. Вот такое у нас условие. Что? Нет, нет, только он понял. Значит. Полностью это доказывать я не хочу, но я хочу чуть-чуть с этим поиграться, ввести еще некоторые элементы и показать, что здесь можно делать. Давайте я введу такие элементы, которые называются сплетатели. Вот мы называем FIT, это FIT, плюс-к, минус-к. Значит, ну, здесь к этому, так сказать, нужно относиться творчески. Значит, тут, конечно, может возникнуть вопрос, что будет, если вот эта штука необратима. Необратима, значит, ну, давайте на секунду предположим, что она обратима, и все окей. Значит, давайте посмотрим, как взаимодействует букву F с Y. Я утверждаю следующее, что FIT, YGT равно YGT, FIT, если G не равно ИЛИ плюс 1. Это буквально следует из соотношений. У нас Y с вот этим коммутируют всегда, а с вот этой SIT не коммутируют, только Y и Y плюс 1. Хорошо. Давайте посмотрим на такое соотношение. FIT, YGT, я разреждаю, что это Y и плюс 1, FIT. Давайте докажем. Например, вот это вот. Давайте распишем. FIT, YGT, FIT. У нас есть вот такие вот ребята. И они должны кое-что дать нам. А вот этих мы перенесем направо. В левой части у нас буквально стоит соотношение из алгебры Гетки. и это K. А в правой части, ну, просто школьная формула, что это равно K. Вот, в общем-то, мы и проверили. Давайте я где-нибудь поставлю. Кольничек, квадратик. Вот мы доказали вот это соотношение. Вот это доказывается абсолютно так же. Замечательно. Хорошо. Я… да? Нет, я иногда задумываюсь, когда задумываюсь, молчу. Давайте я это перепишу чуть-чуть. Знаете, каким образом? Вот таким. Сейчас, как бы это поудобнее написать. Давайте я передумываю в страничку. Значит, тут у меня есть Y и T. Они от единицы до N. У меня есть S и T, которые генерируют группу перестановок из элементов. Значит, давайте я скажу, что вот эта группа перестановок умеет действовать на вот эти индексы буквы I. Вот, поскольку этих букв здесь N, здесь группа перестановок от N элементов. Окей? Давайте я скажу, что вот эти сплетатели… Давайте я просто чуть-чуть переоблазначу. И тогда… F, S, I, T, Y, B, C равно Y, S, I, B. Так, значит, вот это просто переписывание в новых обозначениях чуть-чуть вот этих правил. Вот эти правила я просто чуть-чуть переписал единым образом. Хорошо. Теперь давайте я обведу для каждого слова в группе перестановок. У меня есть слово W. Оно как-то раскладывается в произведение транспозиции. S, I, K. Маленькая у меня занята. Тогда я определю сплетатель для этого слова. Как? Так, и один, и F, два. Надеюсь, что я не перепутал порядок. Сейчас все увидим. Вот так вот. Отлично. Давайте посмотрим, как буква F, W действует на Y, B. Так, проносим первую букву F. Когда я буду проносить… Давайте я еще одну букву F принесу, чтобы у меня уж тоже стало понятно, какая формула будет. Поэтому Y я еще раз действую. Сейчас мне хотелось другой порядок. Сейчас одну секунду. Нет, наверное, я зазря перешиваю. F, K-1. F, K-1. И тогда я пронесу. И у меня вот здесь вот при Y образуется буквально вот это вот слово в группе перестановок. А F-ки все пронесутся вот так вот. Так, окей. Я надеюсь, что никого не потерял своими судорожными вычислениями. Вот мы получили такую штуку. А, да. У меня же есть специальное обозначение. Хорошо. Давайте заметим, что число этих штучек были… Продолжение следует… Продолжение следует… И… О, я не знаю… Но… Ваши… 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 нет очень прерывиста нет я тоже так лучше вопрос был отчет теперь я хочу у меня был базис в моем представлении как просто слова в группе перестановок мне такой базис чуть неудобен потому что мои игреки действует не собственно действует что я для этого уже все подготовил опять пропадать можно попробовать выключить видео чтобы не нагружать трафик давайте сейчас одну секунду давайте попробую друг если что мы вас не слышим картинка у вас как бы как висит так а трансляция не прерывалось интересно я все время без перерыва слышу никаких проблем нет я вот слушаю удивляюсь но это совсем удивительно ну ладно давайте вот сейчас слышно хорошо сейчас нормально почти хорошо ладу понятного в случаях ну ладно я очень извиняюсь обычный интернет плохо работает с телефона обычно лучше вот там еще хуже будет ладно так если что говорить я буду повторять и так я ввожу специальные элементы в моем представлении которые нумеруются снова элементами групп перестановок это действие вот вот это вот этого специального летателя на вакуум я хочу посмотреть как на него действует и грек б и у меня получилось ровно та формула которую я и хотел потому что это fw на y w в минус 1 б вот это замечательно у меня получилось ровно то что нужно потому что я переживал что у меня в минус 1 тут все отлично и так смотрите я противил такой базис который является собственным для игреков которых н штук и если я теперь предположу что что все вот эти игреки различны что все вот эти лямбда различны то у меня вот эти игреки будут различать каждый из вот этих векторов fw вот поэтому это будет их ровно столько сколько нужно поэтому это базис давайте я аккуратно скажу точнее как точнее наоборот я скажу не аккуратно для букв лямбда и тэх общего положения элементы fw и группы перестановок образуют базис в сн и лямбда хорошо теперь я хочу я уже готов доказать что для этого такого общего положения и лямбда не приводим что я для этого хочу сделать для этого мне нужна одна форму которую мне уже лямбда проверяет я хочу сказать что f и т что f и т это f и т в квадрате это равно вот таком что опять же просто проверка в лоб здесь ничего страшного я вас не утаиваю мне нужна такая формула а теперь я говорю хорошо давайте предположим что представление и манда есть от представления хорошо значит и в этом под представлении действует все весь мой набор игреков они попали коммутируют значит у них есть хотя бы один общий собственный вектор но я знаю но я знаю но я знаю но мы знаем этот их общий набор собственных векторов он устроен вот так вот это сплетатели действует на вакуум когда а а а а для какого-то специального сплетателя с индексом w стиль . он принадлежит он этому подпространству вектор хорошо f w стиль . он составлен из вот этих эфитах и каждый из вот этих эфитах я могу просто при помощи вот этого правила убить убить вот и после этого у меня получится просто вакуум и и и и и и мы уже все доказали потому что если вакуум у нас принадлежит вот этому подпредставлению то и то и вот весь этот и лямбда тоже лежит в нашем подпредставлении поэтому и лямбда и а совпадают следовательно это такое начало рассуждения поэтому и лямбда не приводим окей давайте пока вот поэтому вопросы ну что потом мне надо будет сказать кто такой центр а дальше мы уже получим отсюда колодчатом озера и видимо я уже потом ничего не успеем сейчас миш все таки вот это дубровый стиль это что такое вот да хорошо значит смотри это тоже у меня в этом представлении а действуют игреки они все попарно коммутируют значит ну я предполагаю что здесь все конечномерное значит у нас есть один общий собственный вектор для игреков но я знаю что все общие собственные вектора устроены вот так вот я ему просто как буквы f да да это вот предположение что там как бы лямбда общего положения поэтому как там нужно сказать спектр простой что-то вот вроде то есть собственные различают каждый базис и вот это просто обозначение что вот для некоторого конкретного элемента в группе перестановок вот в этом а лежит именно вот такая штучка это я просто пытался я у меня просто раньше были f w а здесь я как бы обозначил что это некоторый там специальный w отдельно выделены плохое обозначение сейчас то как доказать что устроено пусть есть под представление а тогда в нем обязательно найдется какой-то в стильды на лаком ему принадлежащий или как да ну логика такая что если вот есть ой я пытаюсь стирать у меня есть под представление да в нем действует y y коммутирует у них есть общий собственный вектор вот он он ты его написал да вот он он далее я говорю что вот этот f от вот этого w стильдочка это какое-то произведение простых вот этих f которые которые извиняюсь вот вот такие далее я говорю далее логика в том чтобы с вот этого вектора спуститься в вакуум по действиям всей вот этой алгебры и вот я просто говорю что знаю что вот эти фиты у меня в квадрате дают вот такое я могу действовать и убивать и вот вот и все я спускаюсь в вакуум а если у меня вакуум принадлежит вот этому подпространству то я действую всей алгеброй вот этих эсытых порождаю все представление ильянта сейчас вот это вот формула f и t в квадрате вот то что там стоит 1 минус кажется к дано на квадрат сейчас извиняя Андрей сейчас я покажу я себе воду наливал уже чуть-чуть в общем вот эта формула она что она не приводима при только при ну вот условия неприводимости на разность лямб она как раз тем что тут такой вид имеет то есть эта штука обнуляться может или что потому что я делю на вот эту разность y и минус и минус 1 я в принципе не могу у меня нет такого условия что вот эта разность должна быть обратимой если я возьму один квадрат то у меня на диагонали выстроится нули и вот эта матрица будет необратима вот то есть тут как бы есть вот эти условия общего положения чтобы чтобы мы испытатели были определены есть условия условия общего положения еще действует в том что вот вот здесь что у меня собственные значения игреков полностью различают вектор что я вот действую на вектор игреками они выдают числа и вот чисел в взаимно однозначном соответствии с базисными векторами это да но я именно про условия что игрек и там минус у и не равно как кажется или условия а лямбда а лямбда да или как теорему доказываю я еще предполагаю у меня еще как бы а стиля иначе не будет работать этот аргумент испытать а ну ладно я наверное сейчас я просто пытаюсь понять как связано то что то что написано в условии теоремы с тем что с аргументом f квадрат или оно не связано а а а и и и и и в или Ты сейчас слышал, что было сказано? Что-то опять отключилось. Миша, мы вас не слышим. Совершенно не понял ни одной фразы последней. Ни одного слова не понял. А не понял, потому что... Полное такое кваканье было. Мы сейчас, на самом деле, можем только догадываться, что вы говорите. Плывет, плывет звук, в общем. Ну вот я тебя, Никита, отлично слышу и Андрея слышу. Ну да, да, и я тоже слышу, кроме Миши. У Миши там действительно что-то со связью. Так бывает, к сожалению, тебя по себе знают. Ну да, кто этого не знает. Постоянно бывает. Вся беда в том, что случаются такие... Так, а вот так меня лучше слышно? Пока сейчас у вас очень хорошо. Очень хорошо. Не видно ничего. Ну, в смысле, меня не видно, да? Мое лицо. Экран виден, да. Экран виден, да. Да, я просто вышел с компьютера и сейчас сижу с iPad. Я не знаю, как он будет транслировать. Виден, виден экран. Хорошо. Пока все отлично, Миша. Так что давайте продолжим. Все. Да, я очень извиняюсь. Окей. Так. Я уже все подзабыл. Так, значит, да, если... Давай, Андрей, если останутся вопросы, давай после обсудим, потому что... Да. Ну, там в конце или после вообще там можно обсудить. Мне здесь любые вопросы. Это очень, я думаю, нам всем не полезно. Так, окей. Так, если я двигаюсь дальше, то наша следующая цель... Значит, я надеялся все вот это рассказать, что рассказываем за 10 минут. Значит, поэтому моя вторая цель – это центр. Теорема. По-моему, это тоже Бирштейн. Здесь я, опять же, не уверен, не пропустил ли я букву N где-то посередине. Возможно, здесь где-то еще нужно добавить люстик. В общем, ладно, это важно, но... Так, утверждение. Центр... Вырожденная финной алгебра Гекки – это симметрические полиномы от Y. Сейчас я сделал звук погромче, чтобы точно всех слышать. Давайте докажем в одну сторону, в том смысле, что симметрические полиномы лежат в центре. Нам, на самом деле, этого будет достаточно. Наказательство – это очень простое. Такое простое упражнение с вот этими как-то... релейшнами между Y и S. Давайте... Значит, что мне нужно доказать? Я хочу взять симметрический полином от Y и доказать, что он коммутирует со всеми S и Y. С Y он коммутирует, потому что все Y попарно коммутируют. Осталось доказать про S. Хорошо. Значит, какой-то произвольный симметрический полином от Y – это сложно. Но мы знаем, что симметрические полиномы порождаются, к примеру, степенными суммами. То есть, если я докажу для степенных сумм, что они коммутируют с S, то я докажу для всех симметрических полиномов. Отлично. Давайте посмотрим... Буква K – это плохая буква. Буква N. Я напоминаю, что Y не коммутирует с S, только если их индекс E... Андрей Владимирович, пустите, пожалуйста, Дашу Рудневу в Zoom. Она очень просит. Алло, алло, меня слышно? Я тут? Слышно, слышно. О, все. А то... Так. Сейчас. Так. Давайте поставлю коммутатор. Остаются только Y и Y и плюс 1. То есть, у меня все свелось на самом деле к тому, что у меня степенная сумма от двух переменных, не более. Но симметрические функции от двух переменных, они порождаются просто самыми простыми степенными суммами. Это сумма и сумма квадратов. Давайте я проверю для них. Давайте прям совсем подробно распишу. Использую соотношение гекки вот здесь вот. Здесь плюс K. Здесь вот так, но минус K. K и K у меня сократились. И получилось ровно то, что я и хотел. Отлично. И второе, что мне осталось проверить, это для квадратов. Ну, тут чуть-чуть придется помучиться. Ничего страшного. Это я вот здесь для первого Y применяю соотношение гекки. А теперь для первого Y и плюс первого применяю соотношение гекки. Так. И надо вот здесь еще соотношение гекки и здесь соотношение гекки применить. У меня есть четыре кусочка, которые должны сократиться. Вот они. И давайте проверим. K и Y и с плюсом, K и Y и с минусом. И то же самое Y и плюс один. Они все сокращаются. И это получается. У меня остается только вот это и вот это. И это ровно то, что нужно. Отлично. Мы это показали. Окей. Значит, я вроде бы закончил с отвлеченным разговором об алгебрах гекки. Сейчас. А почему только первую и вторую степень или просто остальное аналогично оказывается? Сейчас. Ну, смотри, Вадим. Значит, у нас есть симметрические полиномы от N-переменных. Они порождаются степенными суммами. Да? Да. Значит, вот здесь у нас есть симметрический полиномы от двух переменных. Это Y и у меня есть вот такая. И вот такая вот. Да? Да, да. Ну, ладно. Потому что всего две перемены. Вот это вот упрощение из-за того, что с одной SE почти все Y коммутируют, кроме двух. Но, на самом деле, тут по индукции можно было бы для любой симметрической степени доказать. Тут, в общем-то, не особо чего сложного. Вот. Так. Еще вопросы? Отлично. Давайте я теперь перехожу. Значит. К следующему я буду получать колоджера Мозера. отсюда. Значит. Теперь мне надо вернуться к моему уравнению KZ. Оно у меня далеко. Вот оно. Отлично. Давайте я его перепишу. Потому что... А, сон. Ну, мы. В общем, мы с вами. И помним. А, сон. А, сон. А, сон. А, сон. А. И, конечно. А, сон. Ой. Давайте я его возьму со значениями вот в этом и лямбда. У меня вот эта функция f, которая функция от уитых, которых n штук, она у меня вектора функция, и вот как вектора на элемент вот этого представления. Хорошо. Значит, я хочу... Да, теперь мне нужно двойственное пространство. Значит, смотрите, я хочу устроить спаривание. Значит, по следующему правилу. Я веду просто двойственное пространство для вот этого векторного пространства. В нем вот такой вот базис. Давайте W' Я хочу вот так вот просто спаривать. Это равно дельта функция. Дельта... Господи, символ кранайкера. Ну, почти дельта функция. Я, может, пропустил обозначение. Вот W на ноль — это то же, что и f, да? W на ноль. Сейчас, еще раз, Андрей. Ну, обозначение W на ноль — это что? Это F? Это W? Нет, 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 нет. Здесь нет, здесь нет летателей. Помнишь? Вот этот Илья... А, окей. Да. Он как групповая албебра симметрической группы. Вот в этом смысле просто. А, хорошо, хорошо. Вот. Извиняюсь. Да. Так. Окей. Теперь я хочу усреднить по группе перестановок. Скажем так. Я хочу взять вот такой... Такой ко-вектор. Так, хорошо. Теперь давайте... Опять пропадаю? Сейчас нормально, но до этого так-то не очень. Да, я извиняюсь, надо будет учинить интернет. Сейчас нормально, но понятно, что да, какие проблемы бывают. Сейчас я вас не слышу. Так, алло, алло. Да. Да, сейчас вот было слышно. Да, вот. Вот опять плохо. Я буду... Так, а вот сейчас слышно? Да, слышно. Хорошо, давайте я придумываю. Сейчас выйду в коридор, ближе. Вот как меня сейчас слышно? Сейчас нормально. Хорошо. Сейчас, извините, я все сделаю потише, потому что тут будет мне мешать. Так, хорошо. Что я хотел сделать? Да, я хотел извиниться за то, что я сейчас сделаю переобозначение. Давайте я буду... Раз уж я ввел бракет записью, я букву F тоже буду обозначать. Я этого пытался избегать, но мне это, к сожалению, не получилось. Хорошо. Значит, это просто обозначение. Ничего более. Так, что дальше? Дальше я хочу взять вот эти dpd уиты, которые действуют на F, и просуммировать. И от единицы до n. Так, чтобы помещалось вместе. Смотрите, когда я буду суммировать, вот эти штуки, они сократятся, потому что они там попарно с разным знаком идут. Согласны? Ну, так вроде бы... Хорошо. Так. Поэтому здесь остается просто сумма y. Да, здесь совсем просто. Мне даже ничего не понадобилось. Хорошо. Теперь давайте... Да, и значит, здесь, значит, если это у меня неприводимое представление, то сумма y – это симметрическая функция, поэтому это на самом деле просто число. Итак, давайте я на вот это уравнение еще раз подействую производной по uItem. И сейчас мне надо будет долго писать. Значит, первый член у меня будет с минусом. Да, значит, извините, я нехорошо сказал. Когда я буду дифференцировать вот эту штуку по uItem, у меня будет работать стандартное правило лейбинца. У меня это зависит от уитов и вот это. Когда я буду действовать вот на это, я просто дифференцирую. А когда моя производная пронесется вот сюда, у меня еще раз выпрямится вот такая бяка. И знаете что, поскольку мало времени, давайте я не буду мучить ни себя, ни аудиторию огромными вычислениями, я приведу мой любимый пример с двумя частицами, чтобы просто было коротко. И сейчас мы не влезли в какие-то вычисления, которые просто нас всех запутывают. И сейчас мы не влезли в том, чтобы просто было коротко. Хорошо, давайте вычислять d1 квадрат. Вот сейчас меня нормально слышно? Да, сейчас очень хорошо. Я надеюсь, что ничего не пропадет. Потому что, кстати, давайте вычисляем, а то я совсем ничего не успею. Значит, здесь выплевывается экспонент. Получается квадрат. Вот это на фи. И потом будет вот этот оператор в квадрате. Замечательно. Давайте я это спешу. Давайте я, чтобы было короче, s12 и s1. s в квадрате это единица. Здесь я коротко запишу, как антикоммутатор. Вот это просто обозначение для антикоммутатора, чтобы короче записать. И плюс y1 квадрат. Аналогично я распишу d2 квадрат. Это будет... Вот когда я буду дифференцировать, это будет тот же знак. Так, стоп. А я здесь не поставил минус. Извиняюсь. Здесь должен быть минус. И здесь будет минус. Я здесь сразу напишу ответ. Надеюсь, что не ошибусь. И плюс. И плюс. Минус k1y2 плюс y2 в квадрате. Извиняюсь. А теперь давайте сложим это все и спроецируем на вот этот ко-векторочек. У меня одинаковые вот эти ребята, они удвоятся. Потому что все большое. Еще ребята удвоятся, которые без S. Будет это я распишу вот так. С1y1 минус y2s1 плюс y1s1 минус s1y2 и плюс y1 квадрат. Вот здесь соотношение гекки. Это будет вот это k и вот это k. Будет 2k квадрат. В итоге у меня... Давайте я буду упрощать вот это. Я надеюсь, что за 4 минуты справлюсь. У меня будет 2k квадрат. Здесь надо привести к общему знаменателю. Здесь минус. А, и заметьте, что поскольку у меня вот этот вектор, ковектор y устроен как сумма по всем словам группы перестановок, то любая S, вот это S1 в данном случае у нас одно, оно при действии на него выдаст единицу просто. В том смысле, что оно на него действует тождественно. Поэтому S1 здесь уходит. Я, наверное, неправильно не сделал. Вот здесь вот должно быть k. А вот здесь ничего. Ничего не осталось. И мы почти что-то цели. Y1, Y2 квадрат. Осталось избавиться от числителя. Значит, опять же, этот центральный элемент действует просто как сумма квадратов лямб. Получается лямбда 1 квадрат плюс лямбда 2 квадрат идет на фи. И плюс вот здесь надо поделить на вот эту вот разность. И будет плюс 1 вторая k на k-1 от шинус квадрат u1 минус u2 пополам. Итого мы получили, я извиняюсь за спешку. Итого мы получили, что d1 квадрат плюс d2 квадрат минус 1 вторая k на k-1 поделить на шинус квадрат на вот такую функцию, которая функция от u. Это собственное действие, потому что здесь стоит просто лямбда 1 квадрат плюс лямбда 2 квадрат. И это буквально двухчастичный грандион Каллоджера-Мозера. Вот это. И буквально то же самое можно проделать и в случае n частиц. Вот, но я вот для двух ровно-ровно успел. Вот, и значит, утверждаю, что для n частиц просто чуть побольше вычислений нужно провести. Ничего более. Вот, без следующего раза мне не обойтись. В следующий раз я скажу, как вот здесь вот делать, как на уровне k-1 делать пределы на Земцево. и как получать такой вот проекции не Каллоджера-Мозера, а ТОДу открытую. Вот. Так. Я на этом заканчиваю. Пожалуйста, вопросы, если есть. Хорошо, спасибо, по-моему, все было хорошо. У меня было слышно, все хорошо было, да? Да, в конце было вообще хорошо слышно. Все, да, я извиняюсь за неполадки. Да, вы не извиняйтесь, это вообще бывает. А вы будете комментировать про вот треугольные числа? Почему константа связи такая вот треугольная? Треугольная вы имеете в виду? Сейчас. Минус один пополам. Сейчас. А я просто не знаю, какой здесь надо правильный комментарий давать. Ну, она не случайно ведь такая? Вот обычно в Каллоджеру-Мозеру пишут там G квадрат и все. Ну, да, в том смысле, почему здесь такая как бы деформация K на K минус один. Ну, или там G на G минус один. Сейчас. Давайте, да, давайте я это в следующий раз прокомментирую. Вот. Значит, да, давайте я просто в следующий раз прокомментирую, почему здесь такая деформация. Но пока, как бы, ну, если ничего умного не знать, то, условно говоря, какая константа связи получилась, такая и получилась. Здесь вычисление, это очевидно, да, там, потому что один на Шимов складов в квадрате, один на Шимов все это в квадрате похож на производную. Ну, да, здесь как бы с точки зрения операции с элементарными функциями вопросов, я думаю, ни у кого нет. Ну, в этом смысле, да. Вот. А у Тодда, кстати, по этому поводу, раз уж вы спросили, по-моему, нет такого, да, у Тодды такого не будет. Нет, у Тодды нет. Это только в Калоджер такая. Ну, да, потому что бесконечность гоним, да, это Тодда не чувствует, что куда. Ну, и на уровне Казетов будет, там тоже она просто не будет вылезать. Ну, хорошо, да, если есть еще вопросы, можно еще спрашивать, а если нет, то можем тогда мы все не закончим. Спасибо. Да, спасибо большое всем докладчикам. Вам всем спасибо большое. Спасибо. Спасибо.